Здравствуйте! В этом видео я подробно расскажу вам, как выглядит и как заполнить актуальную анкету на визу в Великобританию. В октябре 2018 года Миграционная служба Великобритании изменила форму и правила заполнения анкет на визу. Скорее всего, это связано с комфортом для заявителей, для того, чтобы все сборы, которые перечисляются в посольство, оплачивались в одном месте. Анкета дополнялась, появлялись новые вопросы и появилась необходимость обновить нашу инструкцию. Напомню, что теперь для заполнения анкеты на туристическую бизнес, транзитную и еще целый ряд категорий виз вам не нужно создавать отдельный профиль для заполнения анкет. Раньше нужно было создавать отдельный профиль, теперь такой необходимости нет. Чтобы приступить к процессу, вам нужно перейти на сайт Миграционной службы, выбрать язык подсказки, указать страну, где вы будете подавать документы на визу, а также ответить на вопрос, можете ли вы посетить визовый центр страны. Указать вашу национальность для подачи документов, если вы проживаете в другой стране, и выбрать страну, где находится визовый центр Великобритании. Далее нужно указать вашу почту и придумать пароль. Обязательно запомните эти данные, так как вам они будут нужны, чтобы восстановить доступ к вашей анкете. После того, как вы введете логин и пароль, вам автоматически придет ссылка на почту, по которой вы сможете восстановить доступ к заявлению. Вам также нужно будет указать, кому принадлежит почта, которую вы указали в анкете. Так, например, на одну почту вы сможете зарегистрировать разные анкеты на всех членов семьи. Если почта принадлежит не вам, нужно будет указать, есть ли у вас собственная. В анкете по-прежнему нет всплывающих окон. Каждый следующий вопрос будет отображаться на следующей странице. Для начала вам нужно указать свой контактный номер телефона, где вы им пользуетесь, на территории Великобритании или вне ее. А также указать тип телефона, домашний, рабочий или же мобильный. И указать дополнительные телефоны, если вы их имеете. Укажите способ, который может использовать офицер для связи с вами. Телефонный звонок, смс и то и другое, или указать, что вы не хотите, чтобы с вами связывались. В случае последних вариантов нужно будет объяснить причину отказа в коммуникации. Введите свою фамилию и имя, как в загранпаспорте. И укажите предыдущие имена и фамилии, пол, семейное положение. Следующим пунктом нужно указать ваш домашний адрес и отличается ли он от вашего почтового адреса. Далее вам нужно указать, сколько вы проживаете по указанному адресу, а также являетесь ли вы собственником жилья, арендуете его или какой-то другой вариант. Данные по загранпаспорту, в который вы хотите получить визу. Имеете ли вы ID-карту и данные по сроку ее действия. Следующий блок – страна вашего гражданства, город и страна рождения, есть ли у вас другие гражданства. Укажите, работаете ли вы и данные по работодателю, а также дополнительные доходы или ваши сбережения. Далее нужно предоставить финансовую составляющую вашей поездки, а именно стоимость ваших затрат на путешествия, суммы ваших ежемесячных расходов и данные по спонсору вашей поездки, если у вас такой есть. Обратите внимание, что теперь вам нужно выбрать валюту, в которой вы будете указывать всю финансовую информацию. После укажите даты вашей планируемой поездки и желаемый язык при общении с визовым офицером, если ему нужна будет дополнительная информация по вашему делу. После вы указываете цель вашей поездки и описываете максимально детально, чем вы планируете заниматься во время поездки в Великобританию. Если вы указали, что находитесь в браке, на следующем этапе вас ожидают вопросы по вашему супругу или супруге, после чего система попросит вас указать всех зависимых от вас детей или других членов семьи, которые находятся у вас на иждивении. Укажите детальную информацию по вашим родителям, информацию по родственникам, которые проживают на территории Великобритании. Если вы путешествуете в Великобританию с кем-то, вам нужно будет указать название вашей группы, а также указать данные по одному из сопровождающих вас в поездке людей, даже если их больше. Если вы уже определились с местом проживания, далее вам нужно будет указать название отеля, фамилию, имя человека, а также адрес и контактный телефон, место, где вы будете проживать в UK. Следующий блок – информация о предыдущих поездках в Великобританию. Здесь нужно указать количество ваших путешествий, цель поездки, а также цель и длительность последних трех поездок. Требуется указать и подробности медицинского лечения, если вы получали его на территории Великобритании, обращались ли вы за получением ВНЖ в UK, а также историю предыдущих путешествий за границу за период последних 10 лет. В новой анкете предыдущие поездки разделены на два блока. Первый – поездки в США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и страны европейской экономической зоны. Здесь можно вписать только две поездки, поэтому выбирайте те, которые вы считаете важными, или укажите самые последние. Во втором блоке укажите поездки в другие страны, если они были. Поэтому блоку ограничений особо нет. Далее идет блок вопросов, касающийся проблем с иммиграционной службой Великобритании, иммиграционной службой других стран, судимости и других видов административных наказаний, военных преступлений, террористической деятельности, и предыдущих местах работы в особенных организациях. Это вооруженные силы, правительственные судебные органы, средства массовой информации и другие структуры, связанные с безопасностью. Если вы хотите добавить еще какую-то информацию и обратить внимание визового офицера на какие-то детали, у вас будет такая возможность сделать это в самом последнем пункте. На этом заполнение анкеты завершено. Система предложит вам проверить всю анкету и отредактировать каждый пункт, если это необходимо. Также вы сможете сохранить и распечатать анкету. После подтверждения анкеты система любезно предоставит вам минимальный список документов, которые вам нужно будет взять с собой, а также попросит вас подтвердить, что вся информация, которую вы указали в анкете, является правдивой. После выберите срок визы, которую вы хотели бы получить. У вас будет несколько вариантов – от полугода до 10 лет. Хорошо продумайте этот момент, так как от этого будет зависеть стоимость консульского сбора. После выбора срока действия визы вам нужно будет выбрать, нужно ли вам ускоренное рассмотрение заявления или же стандартное. За ускоренное рассмотрение нужно будет доплатить дополнительно около 252 евро. Срочное рассмотрение – это 5 рабочих дней. Стандартное рассмотрение сейчас занимает около двух недель. Переходите на страницу оплаты и вводите данные карты. После оплаты вам нужно нажать кнопку «Передоставить биометрические данные» и перейти на страницу записи в визовом центре. Также теперь вы сможете сразу выбрать возможность премиум подачи документов в визовом центре. Обращаем внимание, если вы выберете эту опцию, вы не сможете в дальнейшем от нее отказаться, и вам нужно будет оплатить эту услугу. Это где-то 75 евро. Премиум подача – это подача в отдельной комнате с кофе, печеньками и более комфортными условиями, для кого это важно. Кроме того, при премиум подаче бывают раньше даты записи в визовый центр. Обратите внимание на прайм тайм. Не выбирайте время с пометкой прайм тайм, если для вас это не принципиально. Это время до 9 и после 17. Это еще одна платная дополнительная опция визового центра. Вам необходимо выбрать ту дату и время с 9 до 15.30, где не будет никаких доп. пометок и закрашенного квадрата. Это и будет стандартная обычная запись. После выбора даты система подведет итог и сумму, которую вам нужно будет оплатить, и попросит вас ввести данные для оплаты дополнительных услуг. Рекомендую вам запастись нужной суммой на карте, а также предварительно проверить лимит на оплату услуг в интернете и подготовить, возможно, карту другого банка, если оплата вдруг не пройдет. Такое тоже бывает. Если вы выбрали Assisted Service, он стоит где-то 30 евро, вы можете брать на подачу все оригиналы своих документов, которые вам отсканируют и загрузят на месте сотрудники визового центра. Если вы выбрали запись Self Service, то далее происходит загрузка документов. Все документы нужно будет загрузить и просмотреть, чтобы они считались загруженными в систему. Обратите внимание на надпись Ready for Submit, подтверждающая загрузку. Проверьте качество всех документов, не забудьте загрузить полный пакет, так как от этого зависит результат рассмотрения вашей заявки. Вот и все. Берете заграничный паспорт, распечатываете первую страницу анкеты и подтверждение записи и приходите в визовый центр в назначенное время для сдачи паспорта и биометрии. Сдаете биометрию и переходите в режим ожидания решения по вашей визе. Как видите, все не так сложно, как может показаться. Но если вы в чем-то сомневаетесь или не хотите разбираться, лучше обратиться к миграционному юристу, чтобы не допустить ненужных ошибок. Вот, пожалуй, вся информация по новой процедуре заполнения анкеты на визу в Великобританию. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, а также не забудьте подписаться на наш канал. Подробно расскажу вам, как выглядеть и как запомнить актуальную «Нет» еще раз. Как выглядеть? Как выглядеть? Я расскажу вам, как выглядеть, а еще расскажу вам, что вы выглядите. Тут надо еще, знаете, как в новостях, одежда купленного там внизу, в таких-то магазинах, стилиста Анастасия Чайковская. Продолжение следует...